Мой Рязанов Я там походил за кулисами Афиши, 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 афиши Ну Каждый третий Каждый третий Каждый второй Успеть, конечно Рассказать Что такое Мой Рязанов Действительно, у каждого Рязанова был свой И мой Рязанов был Мой Рязанов Не считая того, что он был Всех Рязанов И это очень важно торопиться Потому что, ну, очевидцев-то все меньше и меньше А жаждущие эти Грифы Ждут каждого Следующего, чтобы Очистить перышки и налететь Значит Пусть говорят и Поехало Это ужасно Поэтому, когда у меня вот Молодые артисты Мои студенты Спрашивают Вот как вы относитесь В сериалы там Зыкина Это Назарова Мата Хари Сериал По Васе Аксенову Все играют 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 А я говорю Очень Очень это опасная штука Потому что Играть Смуктуновского Играть Качалова Играть Гурченко Это очень трудно Надо попытаться ими стать А играть их не надо Тем более Что сотка на это Из такого Пятидесятипроцентного Вранья Поэтому надо Все время успеть Какая-то определенная Уже Профессиональная Команда Таких Несвежих Баб Все время Рассказывают Как они жили Со всеми С Высоцким С Далем С Мироновым Сейчас подбирается Уже Кефтушенко Элика не трогают Потому что Не пристает К нему И это ужасно Вот успеть Как-то сказать Что такое Моризанов Моризанов Это человек Праздник Это человек Вот Вспоминать о нем С грустью Невозможно О нем надо вспоминать С улыбкой И какой-то Такой Пиететным Наслаждением Потому что Каждая встреча с ним А у них был Очень много Потому что Мы дружили Слава Богу Сколько лет Это был Парад Радости Дружбы Любви Таланта Знаете Такая Небольшая Горстка Людей Здесь в Пахре Например Где они жили Да Вот Поэты Например Стихи Не учат Они их впитывают Так как губка Так вот Из Не поэтов Я вот Когда собирались На даче Герта Там только был Джим Сейшин Такой Поэтический Это было Любо-дорого Посмотреть Значит Зяма Герт Саша Володин Значит Львовский Эли Кризанов Герт Один Начинал Какую-то Значит Строку Заволодского Пастернака Или Ахматовый Следующий Продолжал И так Весь вечер Это вот Такое Поэтическое Существование Всю жизнь И это Прекрасно Поэтому Сегодня Мне бы хотелось Как написано Я Мой Рязанов Так Немножко Нахально Пройти Вместе с вами По нашей Снимем Биографии Рязановские Картины Заметьте У него В общем-то Очень узкий Круг Артистов Помимо того Что он был Очень верен Определенное Количество Артистов Помимо То, что У него был Замечательный Вкус У него Вот из Картины В картину Несмотря на Никакие жанры И все такое Одни и те же Причем Какие Вот Евгений Александрович Евтушенко Ой, Господи Господи И все гнеем Вы знаете Когда меня Спрашивают Студенты Или кто-то У каждого Свои эталоны Кто для вас Эталон Актера Так сказать Вне времени И пространства Для меня Это Олег Борисов Николай Гриценко И Женя Евстигнеев Это артисты Которые Никогда Сколько я их видел С ними общался Работал И так далее И сколько я их видел На сцене И на экране Никогда В жизни Никто из них Не мог Переступить Через органику Вот эта Патологическая Органика Существовала В Женечке И Элик его Так же Патологически Любил А это Если вы сейчас Умозрительно Представите себе Фильм Рязанова В каждом Фильме Веселом Грустном Велическом Легком Тяжелом Есть Элемент Провидения Вот Такое Философское Пророческое Существование Было Это самое Да Вот вся История Вот этого Пенсионного Предпенсионного Существования Тогда это было Почти Почти Смешно Сейчас это Вырастает В глобальную Проблему Да Кто Кто Первый Намекнул Элик Всю Жизнь После Уже Премьеры Этой Эпохальной Картины Которая В общем Создала Хорошее настроение В стране Навсегда И думаю Дальше Будет этим Заниматься Всю жизнь Потом У нас Эликом Была Страшная Противоречивая История По поводу Съемок Фильма Сцены В бане Вообще Пик популярности Я столько лет На сцене Значит Сколько Сейчас Мне сколько лет Страшно вспомнить Ну Были какие-то Удачи Были какие-то Большие роли Да Но Пик популярности Когда Это Произошло Я Вышел Во двор И Группы Алкашей Побежали Ко мне Мой Мы тут Заложились С приятелем Это в сандунах Или в мытических банях Где это было Они закладывались Где это были Вот А на самом деле Это же снималось Под лестницей В мосфильме Страшная Холодрыга Была Выгрожена Это вот Это самый Предбанник Этот самый Было Вот это Ребята Которые там Все Это Сборная Сборная СССР По По Самбу Представляете Они все В полотенцах Здоровые И Настоящее Бочковое Это пиво Настоящее Да Градусов 6 Атмосфера У Элика При Полном Комплексе Полноценности Был один Все-таки Огромный Недостаток Он был Очень вялый Алкоголик Понимаете Он не очень Понимал Когда В коем-то Да Он за компанию Пил Но чтобы Напиться А там Ребята Вот эта Компашка Да Бурков Потрясающий Замечательный Артист И удивительной Тонкости Человек Глубоко Пьющий Я тоже Не без этого Сашка Белявский Да Мягков Но За компанию Может Так вот Ужас в том Что снимали Это моя версия У Элика Другая Расскажу Снимали мы Ночью Потому что Собрать всю Эту компанию Было трудно Вот эти ребята Самбисты Или дзюдоисты Завернутые В простыни Пьют пиво Да У нас Бутафорские Вода В пол-литрах Да Пиво Ненастоящее Да И мы Играем Эту историю На следующую Ночь Съемка Мы говорим Ребята Так мы Не потянем Каждый Купил Пол-литру Договорились С дзюдоистами Короче говоря Вторая Вторую ночь Да Мы Начинаем Наливать Знаете На холоде Водка Это называлось В нашей молодости С прицепом Водка Запивать Пивом Колодно Знаете Это было И вот Значит Мы Прекрасно Элик доволен Хорошее настроение И надо же Такому случиться Что Бурков В это время Был в завязке Представляете Его ненависть К нам Что кругом Ребята в порядке Да И он Значит Один пьет Это вот Псевдо пиво И он до того Разозлился Журик Что он на нас Настучал Элику Элик был В полной Истерики Все Это Все вылили На следующую ночь Была съемка Нас уже Как на таможенном Досмотре Раздевали Как в гинекологической Кресле Искали Нет ли водки И мы Значит Уже Изображали Я Я Я Сказал Элик Не смонтируется Он Говорит Вы же артисты Извольте играть Короче И дальнейшая Наши Судьба Всю жизнь Когда На встрече Где-то По этому поводу Спрашивали Про эту сцену Элик Говорит Рассказывает Вот эту историю Как он поймал Алкоголиков И что В сцену Пошла Значит Сцена Когда мы Играем Пьяных Я-то Знаю Что пошла Пьяная Настоящая Сцена И вот это Это пик Моей популярности Был Вот это вот Ирония Судьбы Когда любой Алкаш Схватал меня На улице Это А второй Пик еще был Задумительно Недавно Я был На На Эхе Москвы Знаете Эхе Москвы На последнем этаже Вот этой Нового Арбата Там вот у них Без окон Без дверей Такие Вот такой Огромный бункер Свободы слова Так Значит И Я что-то там Рассказывал 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 Вот долго Меня мучили Потом это было Лет пять назад У них там нет Туалета Они бегают В другие этажи Я спустился вниз А там Переулочек Между Новым Арбатом Старым Маленький Да И там В угловом домике Вниз Такие три ступеночки И маленький туалетик Элегантный Значит Направо Женский такой Отсек И такая Банча Где Стоит Вольтеровское кресло Абсолютно Обшарпанное И в нем сидела Очевидно Со старого Арбата Ровесница С этого кресла Вот Может это Ее кресло И было Она Отрывала Эти Билетики На посещение Таких Буклях Еле Четыреста И я сходу Туда Нырнул Значит туда Вот Выхожу Достаю Десять рублей Она Говорит Что вы Что вы Для нас Это такая Честь Вот Ирония Судьбы И сортир Вот это Пик Моей биографии Вот Насчет Того Что Элик Угадывал Какие-то Очень болезненно Точные Адреса Своих Значит Вот Посылов Кимнотарфических Вот это Вот Эпизод Да В Москве Существовала Ассоциация Всесоюзная Ассоциация Ресторанных Оркестров Представляете Это было На улице Жданова Там От Кузнецкого Налево Огромная Особняк Потому что Сколько было Это сейчас Там собираются Где-то в ресторане А тогда Это все было Государственный Уровень Они сдавали Программы Всяким там Реперткомом Их было Бездна Вот когда Вышел фильм Представляете У них было Какой-то Огромный Слет Заседания Где они Обсуждали Вот эту Мою роль Что я хотел Сказать Или я хотел Как сказать Не могу Другого слова Придумать Ну Обхамить Неадекватно Неадекватно Короче Вот Либо я Говорил О трагической Судьбе Талантливого Пианиста И меня Вызвали На это Заседание Я позвонил Элику Сказал Страхуй Может быть Побьют И вот там Была Настоящая Полемика Одни Говорили Что Как Замечательно Он Скрыл Нашу Несчастную Судьбу Другие Говорили Что он Там Деньги Берет Часа Два Повторялось Вот И Эликина Провидение Вот И вот И Люся И Басик Вот Из этих Вот Обоймы Людей От которых Он не мог Физически Освободиться Потому что Это Одна Группа Крови Творческая Человеческая Гражданская Жуткое Словно Тем не менее Это так Представляете Как Нужно Было Любить Элика Чтобы Согласиться Они Мне Воткнули Линзы Голубые Мне Затягивали Нос Колодием Это Такая Специальная Штука Есть Затягивают Нос Туда До лба Чтобы быть Курносым Вытравили Мои Замечательные Черные Волосы Чтобы Превратить Меня Вот Такого Сергея Миронова Вот Ну Вот Это Эпизод Вся Эта История С Предвыборностью Опять Все 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 Сюда Ой Вот Я никогда Эликунчу Отказать Не мог У меня Есть масса Писем От него Которые Прочесть Неудобно Со сцены Когда Он Долго Комплиментируя Меня И говоря Какой Я его Любимый Друг Попытался Меня Затащить В свои Вот Эти Вот Эпизоды С Растягиванием Носа Но Должен сказать Что я Страшно Жалею Что Три работы У меня С Великом Не состоялись Первая работа Была Когда Он стал снимать Зигзаг Удачи Помните Такой фильм Да Там Женя Леонов Снялся Первоначально Он пробовал Меня Смотрите Я И Леонов Да Какая степень Заблуждения Должна была быть У Эли Капового До меня Если он хотел Делать Из меня Леонова И там Была у меня Кинопроба Кинопроба Была У меня Со Светочкой Дружининой Знаете Эту Замечательную Режиссершу Красавицу Актрису Фильм Этот Снимал Толя Мукасей Ее муж Дико Ревнивый Потрясающий Оператор И вечный Ее муж Со школьной Скамьи Элик Решил Пробовать Нас В сексуально Ольковной Сцене Была Приволочена Огромная Кровать Четырехспальная Из какого-то Соседнего Павильона Не знаю Как Королевская Вот Были взбитые Подушки И мы должны были Лежать под этим Одеялом И какой-то Диалог Толя Мукасей За камерой С Живлаками Я лежал В трусах И ждал Партнершу Пришла Партнерша В стеганом Тренировочном Костюме Лыжном Вот таком И зарегала Пододеяло Для Олковной Сцены И вот Мы пробовались И как только Мы пытались Друг другу Как-то Повернуться Мукасей Бросал Камеру Все Я не буду Нет Я не снялся В кинофильме Зигзаг Удачи Вторая История Была Трагическая Эрик Был человек Архипреданный И архи Он не предавал Ничего Не предавал Ничего И никому Никогда В 69 Году Он задумал Снимать Серано Дебержирак Только Для того Чтобы Серано Снять Женю Ятушенко Была Построена На мостфильме Декорация Шикарная Шитой Костюмой Меня Он утвердил Беспроб На роль Дегиша Я заколю В конце Посылки Мы С Женькой На мостфильме Тренировались Шпажным Боем Потому что я в то время Сейчас трудно в это поверить В театральном институте Преподавал Сцен движения И фехтование Я был известный Фехтовальщик И мы репетировали Этот бой И все Уже было Много денег И в это время Вот Вошли войска В Чехию И Женя Написал Политбюро Страшной силой Гневную Телеграмму И все И элику Запретили Снимать Евтушенко Это дошло до того Сказали Ну как Что-то Что сказали Более того Мы вам разрешим Снимать Высоцкого Представляете Они даже на это пошли Но только не этого И элик Отказался И элик Отказался Я вот Захватил Журнал Театрал Очень хорошее Журнал Интеллигентный Он посвящен В основном Памяти Жени Евтушенко Но здесь Есть стихи Жени Которую Написал В 15-м году Из-за Клахомы Прочту Кусочек Ну вот Эльдар Тебя И Нет Как что-то Вынули Из нации И только Чьи-то Номинации Пестрят Не очень-то Скорбя А вот Россия-то Скорбит Непоказушная Бюджетная Которую Он от обид Так защищал Всем сердцем Жертвуя Такие стихи Женины Вы знаете Элик Когда вот говорят Там в театре Мне говорят Когда У нас все-таки Репертуарная Политика Какие-то Есть все-таки Аббревиатуры Идиотские Гражданская Позиция Вот это все-таки Выхолощенные Словообразования А гражданская Позиция Это Индивидуальность И только Она Элик был Гражданин До мозга Костей Причем Он не колебался Никогда Ни с линии Партии Ни с Другими Гражданскими Позициями И никогда Никуда Не вилял И при этом Преданность И любовь При огромной Титанической Популярности И бросался В образу Он все время Худел Не так он худел Как его худели Окружающие Любимые Родственники Это было Неправильно Потому что Все были Худей-худей Он никогда То Элик Не был Толстый Это огромность Таланта Понимаете А они Не знали И хотели Чтобы он Худел В Москве Представьте себе Почти на углу Садовой И Элика Тузовского Проспекта Был замечательный Такой Концлагерь Назывался Институт Питания Сейчас там Сиси Там какой-то Уже Этот самый Отель Но он куда-то Переехал Это Абсолютно Лепрозорий Туда Закладывали Желающих Похудеть И там Они проходили Такие Пытки Там нельзя было Есть вообще Почему Питание Не знаю Там пили Только воду Там Можно было Посещать Этих Несчастных Да Но Обыскивали При входе Просто Действительно Я навещал Элик Однажды В очередной раз Лег туда Перед Новым Годом А на Новый Год Так как там Все разбегаются Эти Пытатели Каратели То их отпускали На три дня До третьего Но Со страшным Условием Ни-ни Так И всем родственникам Говорили Не дай Бог И вот Элика Отпустили У них была Квартира На Грузинах Большая Квартира Все Значит Все Что можно Было Отдаленно Напоминающее Еду Оттуда Было Вымедено Элик Мне Отпустили Ненадолго Давно Не виделись Приезжай Я приехал Это был 30 декабря Приехал Поднялся Вот Сидим Он говорит Ой Надо выпить Я говорю Как Есть такая Ведь штука Он залез Куда-то Очень глубоко Под тахту И вынул 08 Армянского Каньку Как сейчас Помню Под названием Ахтамар Потрясающе И все Я говорю Как же Я не буду Вообще Я тебе скажу Он говорит Да Ведь когда Человек не пьет А вообще А рядом кто-то пьет Он тоже пьянеет В приглядку Вот Я говорю Я за рулем У меня есть Японские таблетки Последние Это все снимает Такая дробь была Тогда Маленькая серебряная дробь Которая якобы Снимала Вот И я За этим разговором Дружба Любви Сожрал Сожрал Это 08 Этого Ахтамара Причем Закуска Оказалась Там В такой Вазе Торчал Какой-то Страшный Дрючок Полуживой Под очень Подозрительным Названием Цветок Кала Я под этот Кал Он еще Горький И несвежий Кал Выпил Когда Значит Я уже Все прощался Я Засосал Эти таблеточки Воткнул Трубку Спустился С трудом Нашарил Свою Волгу И поехал Где-то в часа ночи Тогда стакан Такой Милицейский Стоял Около Зоопарка Наверх Я к саду Выходил Пересечь Ночь Морозец Я один Поднимаюсь Значит Оттуда Из стакана Вылезает Скучающий Огромный Сержант Знаете Есть такие Вечные Гаишные Сержанты Они такие В июле С обмороженным Лицом Вот И он Меня Значит Поджимает Я С перепугу У меня Еще эти Шарики Тут Трубка Я В бардачке Выскакиваю Забывшую У меня Трубка Вынимаю Сигару Втыкаю Сигару И вот Это С этим Видом Я Вылезаю Он Говорит Оооо Потом Говорит Очень Интересная Фраза Если Вам Трудно Выньте Все Лишнее Изо Рта Я И Толковище Да я Театр Да мы Да вот А вы Как Сейчас Поедем На Проспект Мира Там Был Такой Дом Этот Самый Кабинет Где Свидетельство О пьянке За рулем Говорит Что ехать Я же Ничего не Говорит Ну Как Как Я Навещал Больного Друга Кого Рязанова Он Впервые Перешел На Ты Говорит Врешь Я говорю Поедем Он Сажает Меня В мотоцикл С коляской Тут стоит Да И мы Едем Обратно На Эти Грузины Я Поднимаюсь Звоню Элик Уже В семейных Труцах Вот Я Вот Элик Тут же Бежит Куда-то Приносит Книгу Значит Так Огромную Свою книгу Очередную Замечательную Значит Мой Кинематограф Да Открывает Эти очки И говорит Извините Как его зовут Говорит Вася А по отчеству Григорьевич Дорогому Василию Григорьевичу Да Замечательному Человеку Спавшему Моего Непутевого Друга Всегда Ваш Рязанов У меня Посадил В коляску Мы доехали До этой Волги Да Я сел И экскортируем Этим Мотоциклом Доехал До Котельнической Набережной Вот и лежит Скажи, Шура Вот я тебе хочу задать Такой вопрос А тебе не обидно Бывает Вот тебя играют Ты выдумал Маврикиевну Никитишну И поставил Первые их номера Эти образы Сочинил Огромное количество Номеров ты поставил И придумал Значит Ну никто про это Не знает Ты преподаешь В училище Нещухина Который ты окончил Ну никто тоже Про это не знает И вот все то Что ты создаешь Это какие-то такие Я бы сказал Ну Однодневки Что ли Вернее не Однодневки А анонимки Я бы вот так Как бы сказал Понимаешь Не обидно тебе Ну я же это делаю Не для пущей популярности А я действительно Очень это люблю Вообще Когда меня спрашивают Знаешь Ты Пренебрежительно К этой речке Не относишь Это протока Я к ней не отношусь Вот забрось туда Вот правее меня Вот хорошо Потому что Здесь в протоке Очень все может быть Ведь тебе 60 лет Ты чувствуешь это Ты знаешь Я вообще Вот так не чувствую А вот так Что ниже головы Чувствую Ну Да Ты как понимаешь Противные Вонючие Но и я И когда мне все говорят Молодь, юбилей Сейчас все твои ровесники Все Прошла серия И 60-летних юбилеев Ты знаешь Галя Волчок Ваша Жванецкий Арканов Ну все Вася Луновой Все И все А ты почему-то не празднуешь Я все Ты чего Ты чего Я придумал Замечательный ход Чтобы вы отставали Знаешь Как я говорю Я не мыслю себе юбилея На котором Юбиляра бы не поздравляли Ширвен Тодержавин А действительно Да И все Невозможно Понимаешь Все Поздно Вот я смотрю На мой внук Андрюша С которым ты беседовал Андрюшу назвали В честь Миронова Да Андреем Крестный Он был Крестный Да А очень жалко Что внучки нет У Сашеньки Которую назвали В твою честь Потому что Саша славится тем Что она вот С трехлетнего возраста Уже навострилась Говорить тосты А значит Когда приходят люди Ну она знает Моих друзей Всех А иногда приходят Люди новые Да Когда садимся За стол Она тоже подбегает Говорит Как его зовут Где он работает Что он делает И вдруг Среди стола Значит Она говорит Мне бы хотелось Выпить Заход Совершенно Дедушкин За очаровательное Ухажение Нашего стола Это она знает С молоком Дедушки Она всосала Эту Прям За Григория Ивановича Который впервые В нашем доме Я очень надеюсь Что этот дом Будет его дому Григорий Иванович У него Вот такие шары Малдеются Шары Потом она Вот этой воды Хлебает Кстати Вот я хочу понять Вот что Что это за вода Которая ты меня Все время пичкал Ты сейчас делаешь вид Что не понимаешь Или действительно Я действительно не понимаю Это хоть же я могу понять Я исправно пил То что там Мне было написано Если бы ты На каждом шагу Не хлебал эту воду Вот бы ты сейчас Сидел И вот они были бы На экране Ты намек понял А это значит Спонсор Кстати Это вкусный спонсор У тебя сейчас Пить хочется У тебя нету? Ты с ума сошел Как нету Рыбы нету Да Рыбы нету Ты человек Несерьезный А я серьезный Держи Но я могу Из горла Из горла Зачем это Из горла Я же не об этом Я же человек Запасливый Как говорится У нас с собой Было И то что Отлепилась Наклейка Это говорит Только о плохом Качестве Отечественного Клея И больше ни о чем Нет Это о хорошем Качестве Воды В протоке Дай сюда я Открою Это слава богу Что если вот эта штука А то он подумает Что Ты знаешь как это называется Это называется Кепка с козырьком А как Жене передай Мы прощальный привет А сыну отдай Без козырку Очень элегантно Шура Я еще так день рождения Своего друга Не отмечал ни разу Вот Мне очень нравится И я хочу выпить за тебя За твое здоровье Я тебя нежно люблю Ты И мои чувства К тебе разделяет Огромное количество Соотечественников И земляков Вот идет сейчас спектакль Где ты прекрасно играешь роль И он очень символично Называется Чествование Где ты играешь роль Человека остроумного Прости, я тебя перебью Ты знаешь Цирк с этим чествованием Нет Значит Вы носили такую Юбилейную афишу Огромную черную афишу А я видел Написано Ну и портрет С 60-летием Ширвинда Чествование Народ А там мелко написано Слейв Автор Это никто ничего не видно Понимаешь Мое лицо с трубкой Бритое И чествование Мы сыграли 8 раз В театре Маяковского И 8 раз Народ приходил Я такого не видел С цветами С цветами Мы иногда приходим И просто так Но приходил С самописками С этими самыми Бутылками С бутылками Шампанское Водку Давали Какие-то сувениры Подарки Несли Ну извини меня Я тебе очень благодарен Шурико Я пью за тебя Я желаю тебе Всего самого доброго Чего я пожелал бы Самому себе Или очень дорогому Очень близкому человеку Каким ты для меня являешься Давай выпьем Запьем спонсором Все Будь здоров И где так не пьется Как на рыбалке Нигде Ой Ой, братцы 23 года назад Это Ну вы понимаете Элик Это у меня был сарай Завидова Это вообще-то Резиденция Наших Государей И так далее Заповедник Потрясающей красоты И там я Случайно Когда-то Уже Далеко за этим Заповедником В деревне Сенцова Купил магазин Магазин Который Во-первых Он Оставался Стоять ему Оставалось минут пять Во-вторых Там была Такая дверь Замечательная Обитая железом Справа Продовольственный Отсек Слева Промтоварный В продовольственном Отсеке Я как сейчас Помню Стояла В огромных Этих бутылках В банках Патока Знаете Что такое Патока Нет? Никто даже Не знает Что это такое Это помесь Солидола С медом Патока Ну сладенькая А в правом Отсеке Промтоварном Висело Два Хомута Все И они Этот магазин Продавали А за этим Магазином Было Как сейчас Там и осталось У меня Восемнадцать Соток На которых Почти На шестнадцати Стоял Боржом Понимаете Не довезли Его куда-то И они Мне этот Страшный Сарай Продали И мы там Счастливо Жили Из этого Заповедника Воинской части Замечательные Ребята Начальник Мои друзья Привезли Четыре Кровати С казаром Двухэтажные И мы там Счастливо Жили И Элик Приехал Туда А там Пропуска Заказывать Проходить С группой Снимать Фильм О моем Шестидесятилетии Это из фильма Это все Это все же Бутафория Откуда-то Приволокли Эти две Плоскодонки В какую-то Лужу Поставили Хотя Рыбалок Там Замечательный Вот А Элик Как рыбак Он же Секунды не может Просто так Вот Я рыбак Тупой И страшно Утомительный Для окружающих Я вот Сел Меня Не сдвинешь Вот Четыре утра Я сел Клево Нет Да А я сижу А вот Элик И Мишка Державин Они две минуты сидят Потом переоснащаются Другие поплавки Другую леску Опять нет Побежали Спиннинг Да А Элик Еще более Темпераментный Он стал покупать Сети Причем Две сети Нужно было Обязательно Зафиксировать Нельзя Чтобы не было Браконьером Так вот Сеть мы покупали Это уже позже Когда мы долго С ним жили На Валдае Где у них Прекрасный Уютный домик Был выстроен Он и сейчас Стоит уже Как мемориал И Элик Я сижу Да И ловлю Этих Вот Этих Да А он Судаков С сетями Вот Я на этой Что-то лачонке Он тут же покупает Мотоцикл Водяной И по всему Этому Валдайскому Архипелагу Там же это вообще Это кандидаром Говорят Все это Россия Русская Швейцария Валдай Это что-то Неслыханное По красоте Вот И вот Значит Мы так вот Отдыхали И вот он Пробивался Тут для того Чтобы поздравить Друга С днем рождения Вот Про Сираной Я сказал И третье Моя страшная Значит Обида Когда они С Брагинским Стали писать Сценарий Гараж Этого Эпохального Фильма Они писали Эту роль Для меня Это я не вру Потому что Это Везде Зафиксировано Это то Что потом Блистательно Сыграл Валечка Гафт Но тогда Никита Михалков Снял Пять вечеров Где-то ему Померещилось И он узнал Что есть такая Система В Голливуде Что когда набираются Артисты Выдающийся Режиссер Он не ждет Как всегда График Этот может Этот не может Он говорит Этот месяц Вы Снимаетесь И никуда Вот так И он так снял Пять вечеров Никита Велик обиделся Внутренне И стал снимать Гараж Таким способом Договорился Со всей этой командой Что вот этот Относительно Небольшой период Для кино Вот Они все Вот как Они там Заперты По сценарию Так они были Заперты На Мосфильме Вот И я В это время Ставил спектакль Алешина И ее Превосходительство В театре Сатиры И никак Не мог Слинять До сих пор Страшно Жалею Об этой Об этой Роли Страшно Жалею Людмила Марковна Гурченко Аплодисменты 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 Садитесь, ребята. Лёсенька, я тебя породил, я тебя и тебе спою. И это равносильно тому, что говорил Тарас Бульба. Давайте, ребята, мне помоги. Давайте все вместе. Давайте. Ну, начинай петь. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда Люся играет... Извините, друзья. Сначала. Сначала, ребята, это не одинаково. Отмотайте пленку, пожалуйста. Это будет шесть раз, как подопить звук. Когда Люся... Со вступления начинай. Когда Люся играет в кино, Да чего же она хороша? И хоть в зрительном зале темно, У народа светлеет душа. Ой, Людмила, всем вьюгам назло. Потому что когда ты поешь, Всем становится очень тепло. Людям сердце свое отдаешь, Когда Люся играет в кино. Дарит зрителям дивный талант, То экран золотое окно, А сама она чистый бриллиант. Ты пришла в карнавальную ночь, Ты сыграла вокзал для двоих, Все печали уносятся прочь, От ролей легендарных твоих. Пролетела с нами пять вечеров, Двадцать дней из войны прожила, Не хватает воздороженных слов, Ты звездой в каждой роли была. У тебя олимпийская стать, Если Люсеньку в Сочи пошлют, Сможет там все награды собрать, В пять минут, пять минут, пять минут. Это не конец. Это не конец. Это начало. Так прими же восторг, мужиков, Восхищение огромной страны, Нам все вместе за триста годков, Мы в тебя, как юнцы, влюблены, Да и как же тебя не любить, Пред тобою хотели мы, Люс, Здесь колено свои преклонить, Но не встанем обратно, Боюсь. Барышню-то эту принесите сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГУДА montам О, ребята, квартетик, да? Один тут очередник остался. Вы знаете, это вообще собрать вот эту компанию, Нику вручали Илюське, это было немыслимо, потому что Петя Тодоровский, он совершенно уникальный, гениальный виртуоз, гитарист. Элик поэтически дико одаренный и очень музыкальный. Только у него иногда с тональностями огрехи были. Я вообще музыкант. У меня пять лет скрипичного образования. Герман приехал из Ленинграда. Смотрите, это характер, конечно, он гений, но характер. Говорит, я петь не буду. А что ты приехал? Ну, раз вы велели. А что ты выйдешь? А ты тогда говори. Я говорить не буду. И он стоял там. Ни петь, ни говорить. Просто приехал из Ленинграда, потому что мы велели. И вот Люська, да, вот Люся и Эльдар. Это же целая биография взаимоотношений. Сколько они всего наделали. Как они любили друг друга. Как они тянулись друг к другу. Когда Люська приезжала сюда в Пахру, и они с тем же Петей, уже без нас, естественно, пели. Да еще, правда, Никитины. Это что-то было неслыханное по вкусу, тонкости, разнообразию, многоголосию. Что такое? Сейчас все говорят. Чулюсь умерла, чулюсь умерла, неожиданно умерла, неожиданно умерла. А вот это, то старые раны, это перенервничало. А я знаю, почему она умерла. Когда ей было, у нее было 70-летие, у Люси, была масса этих, было столько передач, торжеств, а потом она устроила в ресторане кино, это сбоку Олимпийской этой деревни, там, ресторанчик кино, уютное маленькое. Она устроила такой небольшой банкетик для близких людей. Ну, там был человек, не знаю, 80-50, не знаю, столики. Маленькая такая эстрадка вот такой высоты. Там Аганезов с роялью. И она в какой-то совершенно змеином платье с этой своей талией, да. Она сама благодарила друзей. Она ходила по столикам, подсаживала, садилась, пела, и про каждого что-то говорила. Это был такой совершенный, разнообразнейший, остроумный музыкальный фейерверк. Она по всем столикам прошла, потом вернулась, встала и сказала, и, конечно, в заключение мне бы хотелось поблагодарить человека, который помог нам сегодня устроить этот прием. Это Арон Абрамович Фентинштук, который, значит, короче, это какой-то спонсор-поклонник, который вот этот банкет оплатил. Из заднего столика встает, кряхтя, вот такого размера, лысый, с такими ушами, с такой одышкой старый еврей и ползет на сцену. И она говорит, он подходит и не может влезть на эту эстраду. Люська спрыгивает, его чуть не на руках поднимает. Он выходит, говорит, дорогая Людмила Марковна, знаете что, это для меня такая честь, помочь вам в вашем сегодняшнем празднике. Я же, понимаете, вы для меня, когда я учился в первом классе, ваша карнавальная ночь... И все. Я к чему? Люся никогда, а мы дружили, были знакомы, слава богу, чуть ли не 60 лет, никогда, ни под каким видом не позволяла ни себе стареть, ни окружающим думать, что она может постареть. Никогда. Самые катаклизмы. Вот. А тут, значит, ей померещилось, что она стала стареть. И она умерла. Это моя версия. И вот это вот люди, да, штучные совершенно. Смотрите, Леша, Элик, Петя и Люся, да, это вот такой срез разнообразнейший, мощнейший срез биографии нашей многострадальной Родины. Вот если каждая из этих биографий этих четырех людей сложить вместе, размешать, то получится какая-то атомная бомба таланта, безумия, катастроф и радости. Давай дальше. Следующими исполнителями доставляют огромную радость и счастье. Это мои самые близкие друзья. Мы так любим друг друга. И я так жду сейчас их номера. Это Александр Ширвинд, Олег Басилашвили и Сергей Соловьев. Музыка народная, слова народные, исполняют тоже народные. Товарищи, граждане, братья славяне, мы правду споем на конец. Надо так, чтобы были слова понятны. Еще раз. Еще раз. Товарищи, граждане, братья славяне, мы правду споем на конец. О том, как такое роскошное здание прибрал этот крупный гелец. Когда-то здесь был Казахстан, а кузочек, пусть кинодиатор, но все же. И это понятно, все видят, что очень эльтарно-казаха похож. Здесь клубы ночной мод, открыться радушно, могло бы стоять казино. Крутой ресторан бы с японской сушей, а вовсе не это б***но. Здесь мог супермаркет возвыситься новый, и это, товарищи, факт. Эльтар же, рояльку, волоку, шведкова, а факт без рояля не факт. Здесь мебель стояла для взрослых и деток, такой не отыщешь нигде. А этот буржуй нас лишил табуреток, диванов, биде и т.д. Здесь мог бы клинический центр открыться, потенцию, чтоб повышать. С собой в этом деле никто не сравнится, но надо же нас уважать. А если сюда россиянец заглянет, я в тещу, супругу и дочь, то страшно подумать, во что ему станет одна карнавальная ночь. Страна тебя любит и цедра, и крепко, и шляпы снимают в ноги. Но как ты, Клушков, он пробрался под кепку и хитро запудрил мозги. Вот нам на троих скоро стукнет подвесник, и нет он напора в струе. А этот на сцене имеет нас вместе, не дав ни копейки уе. Ну, сейчас ты, конечно, помчишься в линкольне с охранной и личной женой. И глядя на это становится больно, и мы недовольны страной. И глядя на это становится больно, и мы недовольны страной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Фу-фу-фу. Ну, давай ещё последний какой-нибудь фрагментик. Вы не устали, нет? А то свистнете тогда. АПЛОДИСМЕНТЫ Это Александр Ширвин и Михаил Державин. Что они сделают, неизвестно. На репетиции они не были, поэтому берегитесь. Я лично сейчас вообще ни за что не отвечаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что сниматься мне все равно не суждено, что тут торчать. Но я должен извиниться. Дело в том, что когда я выезжал из театра, у нас был спектакль, ко мне подошла одна дама, огромная ваша поклонница, и она, вы знаете, попасть невозможно, но она просто говорит «хочу» на вечер и заново. И я ее сюда привел, и просто неудобно ее не выпустить, потому что, во-первых, она иностранка. С острова. Островитянка, что ты так смотришь? Островитянка. Ну, она с острова, она не наш человек, но огромное поклонница твоего таланта. Она просто знает, что ты любишь снимать иностранных актрис. Она не актриса, но сюда вот прорвалась. Остров там очень милый, интеллигентный, называется Масенький. Нет, это не территориальное, так название – Масенький. Она там работает на студии мессессианских фильмов, сокращенно «Моссфильм». Вот, так что ты садись, я ее позову, я переведу, она по-нашему не понимает. И просто, чтобы она тебя поприветствовала. Пожалуйста, да. А неужели она тоже ушла? Ах, нет, здесь, здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всем привет. Дорогой Эльдар. Я ее встречал в Шереметьево-один. Нет, я ее встречал в Шереметьево-два. Один. Один я ее встречал в Шереметьево-два. И она рассказывала мне о своем острове. Она говорит, что у них на острове она прямого отношения к актерской профессии не имеет, но очень любит это дело. Попала она случайно сюда. Она у себя на острове получила билет на ваш вечер, Адалья Александрович. Она заняла этот приз, первое место в телевизионной переначе «А ну-ка, тетеньки». А она быстрее всех тетенек все-все сделала. У них замечательный остров, чудный климат. Да, у них здесь такая народная песня есть. У природы нет плохой погоды. Каждая, в общем-то сказать, эта история, в общем, у них благодать. И в любое время года, так сказать, можно стихи, так сказать, безнадзорно сочинять. Такая народная у них песня. Она обожает наших артистов. Куравлёва любит. Марчелло Мастреяне. Ну, конечно, Никиту Михалкову. Софи Лорен. Нону Мордюкову. Андрей Миронов. И Андриана Чалентарова. Там небольшая неурядь. Там небольшая неурядь. Её направили в гостиницу «Космос». Дали ей номер, а там таксист перепутал и привёз её в гостиницу «Колос». Чудная комната, говорит, светлая и большая. Ещё с ней рядом в комнате шесть оленеводов. Удобство во дворе. А двора нет. Эльдар. Эльдар. Она мне всё время обращается ко мне. Она не знает его в лицо. Думает, что я Эльдар. Я сейчас... Это антистатик. Так... Чтобы она ко мне не липла. Это можно. Спасибо. Ну... Мы ещё увидимся. А как же? А как же? А как же? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот это сейчас без конца эти... Вечера памяти и так далее и тому подобное. Я всё думаю, вот... Очень много моих друзей, которые, значит... Они мощно жили, мощно творили, необыкновенно архи много сделали для страны, для друзей и для искусства. А сейчас, значит, они ушли. И вот этот элемент постепенного забвения, это, конечно, страшная история, это естественно все, никуда не денешься. Но я вот сейчас думаю, из зала. Я думаю, что вот эти люди, которых мы вспоминаем, и Элик тоже, это все-таки, значит, люди достойные, необходимо достойные для памяти и для вечности. Это не фраза, это так и есть. Это очень трудно. У нас бешеный, прагматичный и необыкновенно нервно пошлый век. Трудно вот эта фиксация, да, проводы, да, скорбь, а потом отцены. И тут, конечно, вот я не могу вместе с вами не поклониться низко людям, которые хранят, будут хранить и сделали очень много уже и будет еще сделано для памяти этих великих людей. Понимаете, жжевные, вот жжевные. Столько хрестоматийных, прекрасных уже в истории судеб, взаимоотношений, отокровений, отдач себя и всецело. Это все, так сказать, немножко неоднозначно, потому что не все так просто в этой любви, в этой преданности, в этом, как вот это, ах, где многие декабристы, да, жены декабристов многие поехали в Сибирь, да, и все, ах, это уже сейчас какой-то ореол почти памятника, хотя были случаи. Один из ведущих декабристов писал из Тобольска своему другу в Петербург, что ничего, как-то уже приживаюсь, уже немножко лучше. Есть милые люди, много читаю. Ну, тут узнал, что моя хочет приехать ко мне в Сибирь, она хочет мне каторгу испортить. Так что не все однозначно. Тем не менее, вот ушли люди. А вот, знаете, я хочу сейчас вот своих друзей дам, вдов, перечислить, чтобы мы поняли и документально сообразили, как это важно, необходимо и так далее. Например, значит, Ирэн Федорова после трагической гибели славы, да, который был тоже архимощная фигура, такой диапазон талантов и так далее. Ну, что говорить, да? Столько лет она занимается только памятью славы. Она создала клинику его имени. Она, это легенда. Моя рад и горд, что она наша подруга. Тут был вечер памяти Жени Евтушенко в театре Маяковского. Вот, и я встретил Зуя Богуславскую. Представляете себе, сегодня выбить на Ордынке огромное здание памяти вот этот вот, это даже не музей, а такой какой-то клуб тоже Андрея Андреевича Вознесенского. Это что надо было пройти, и я знаю, что это было, и добилось. И две недели назад этот клуб открывался. Вот, Ниночка Светланова, наша подруга, вдова гениального Жени Светланова, дирижера, пианиста, композитора. Что она только не делала, куда нас не гоняло всех. Сначала доску, и потом совсем недавно, я там был, за университетом, уже стал, есть улица Светланова. Танечка Герт, вы знаете, мы были на открытии памятника Зямочки во Всенеже, на его родине. Я такого памятника не видел. По настроению, по точности, посреди этого уютнейшего провинциального города, этого родина, на берегу этого огромного озера, открывали памятник необыкновенной красоты. И это все делало, в общем, Танечка, энергией, мужеством и необыкновенным, значит, желанием. Я за волею гастрольной судьбы за две недели до открытия был в Викторинбурге, за две недели до открытия мемориала Борис Николаевич. Вы знаете, на меня это произвело, это еще было не открыто, там были, как у нас всегда, последние судорожные работы, успеть, успеть, успеть. И я пошел, меня пустили. На меня произвело это колоссальное впечатление. Как ни странно, может быть, даже не так, как если бы я уже был на ленточке. Я видел лица людей, во-первых, там много совершенных потрясающих подвижников, которые мечтали об этом мемориале. Потом там вот последние были вот это домазывание, достукивание, как у нас все бывает. Как они мечтали создать этот мемориал, и он производит потрясающие впечатления. Вот. И сейчас, вот видите, какая огромная чехарда уже вокруг этого мемориала. И Наинночка Осина, которая здесь присутствует, наша подруга. Вот. Что она вынесла, создавая, помогая создавать этот, это мемориал, это же не памятник. И сейчас что вокруг этого творится? Кстати, вот интересно, вот Никита, такая мощная фигура, какие-то какие завихрения необходимости быть оригиналом. Вот он, значит, покатил бочку на этот мемориал. А вот буквально позавчера его брат, Андрон Михалков, Андрон Кончаловский, значит, тоже после посещения этого мемориала, значит, написал, что что такое? Ну, мы братья, но мы все-таки разные. И вот он рассказывает, и там, конечно, была замечательная фраза, он очень умный человек и необыкновенно эрудированный, Андрон. Там у него было, как в подтверждении его рассуждений, было такое, что когда одного из китайских руководителей коммунистических спросили, а как вообще-то вы относитесь к французской революции? Он сказал, вы знаете, всего 200 лет прошло, еще рановато об этом думать. Это очень точно. Никто не знает, что останется. А вот то, что я вам перечисляю, это останется, несмотря ни на что, и в этом заслуга вот этих замечательных дам. Я подхожу к тому, что то здание, которое мы присутствуем, это тоже кровь, нервы, пот и необыкновенная титаническая целеустремленность и преданность Эммочки Эльдару и его делу. Я знаю, как тянутся руки ко всему на свете, как Оля Куджава должна была прорваться к первому лицу на банкете совершенно другого свойства и сказать, отнимают музей в переделке на Булата. И только ВВ сказал, что это, и все вернули. Представляете, это же то же самое, как ушел Эль, как повисла угроза над этим домом. нет, фу-фу, все нормально, дай Бог. Вы знаете, что? Я вот тут говорил, говорил о том, что говорил о том, что Эль и вся эта вот компания, к сожалению, ушедшая больше, чем наполовину, они вот жили совершенно поэтическим способом. Поэтому я хотел бы закончить блоком. Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И каждый верил, что счастье будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был светел, и луч был тонок, и только высоко у царских врат причастный тайном плакал ребенок о том, что никто не придет назад. спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...